просто полный фильтр воды они чистенько новенькое чипсы будешь конуль бош но реально новый но типа его купили новый поставили на мотор который ни разу не запускался в общем как обычно свободное после работы делать мне нечего скрыл поддон пострелся вкладыши с ними в принципе все хорошо они новые чтобы зрительно как бы там все классно все чистенько отмыл поддон и крутил лапы от того мотора я тут кайфу и ты все снимаешь все коробка почти стоит надо и прикрутить аскардан шмардан 4 провода и запуск слушает музыку я тебя не слышу но я чувствую что ты готов ехать мне страшно короче я газую на ней под спрос у меня короче аж руку вот так делают дядя саша рассказывай что ты тут делаешь чё ты тут делаешь с чем у нас проблем что происходит что это за машина что за мозг в простонародье есть одна такая фраза дай дураку стеклянных тебя это не должно для слова меня выгоняет отсюда как всегда забыл какой стороны газ не знает куда нажимать для слова расскажи какие могут быть проблемы при использовании сотового лукойла в таком моторе мочи мало застирается не охлаждается да очень говорит не в бобине было дело мы будем дальше пробовать круто я надеюсь что наконец уже поедете перестанет занимать 48 квадратных метров и вот здесь не до а уж стали мотора коробку сейчас соплей накидаем попробуем тестовый его запустить если все хорошо безмерно радуемся едем домой завтра нужно будет его доделать и уже выгнать отсюда же законно можно кардам приблизить попробует он попал метров вперед назад вроде работает мы сейчас подсквачиваем давай первый раз в жизни блять илья по прозвищу илья петушок заставил что-то двигаться я по прозвищу в общем вчера произошел первый запуск пикапа первые вообще его запуск в нашем владении прошло три года так что это очень большой прорыв на самом деле сейчас будем дособировать радиаторы гидроусилители гидробусты и тому подобное в три наху поставили мотор который я вам показывал который весел на кантователе все собрали переварили пайпы и сейчас будем ждать подключение электрики потому что здесь стоял 13 мотор сейчас здесь 314 мотор плюсом будем ставить толстую коробку потому что стояла тонко эта машина будет по типу бирюзовой четырки ну чтобы она просто всегда ездила и ничего с ней не было это удобно ежели чинить машину после того как ты на слово поверешься с ней все хорошо на самом деле так это оказалось не так 15 сняли турбину потому что как оказалось изначально я снимали для того чтобы переварить выпускной коллектор чтобы сделать потоньше раннеры вся причина позднего спула было в том что вот тут вот по низу лопнул как коллектор когда-то у него по ходу еще отвалился визгейт потому что видели он приварен мысль заварили сейчас будем усиливать чтобы в дальнейшем этого не произошло все сейчас по проводке финальная примерка что точно все работало по салону приборка не работала почему-то но это там нашел косяк провод плюс от полка даже не трогал от старости финально подцепляю все датчики которые в нем есть и вообще в принципе все запускаю лошу если все классно снимаю провод временно обматываю изоленты потому что гофры нет завтра еду за гофрой все слышали нахуй думаю сегодня будет первый выезд давай еще раз заново передапиши я там громко орал на заднем фоне у него колесо еще клинит давай погнали а уже картон полетел не хватает ему прям вообще как будто реально не открывается зажигание да я сяду доеду хоть на бокс хоть прокатиться главное не заглохнуть да я так понимаю просто под головой у нас мои рот вас б кто а а а а а а а что я считаю что первый выезд состоялся даже пока ничего не отрыгнуло ну потому что я тут все пристяжил главное что он ездит сейчас нам будет подобрать сопли дальше тестить карт настроить на наверное зажигание это пролет это маселка типа до этого какой-то камаз нелепый ты когда на нем выйдешь уже конкретно куда-то поедешь поймешь сколько он живет и гонять минут 20 может погоняешь что два раза кончится короче но когда надо будет кого-то унизить принципе можно даже попробовать газели точно его крутить дальше нам его крутим мало нам просто выехали реально участок когда он дальше выглядел там прямо как на жиге на столик начал больше кстати такой раз подрыв он сразу поехал что сегодня мы на площадке мало-мальска мацури у нас будет чисто своими пацанами саня будет кататься я приехал ну и наверное выкатим еще силью либо бирюзовую либо белую но сейчас пока пацаны поехали на своих машинах кататься развлекаться проводить выходной день sky я не берега где-то 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 учитель дед учитель очень меня дрифти за 5 секунд разгоняешься пока страшно не станет потом вот еще раз гоняешься когда ставишься а потом просто газ и опускаешь да и а Гонуй, гонуй, гонуй. Давай внутрях ныряй сразу. Вот сорваться тут, пожалуй, лишнее, да? Да. Так, все, короче. Че, как тебе кататься? Пассажиром? Супремисли. А, супремисл в пробках стоится отлично. Заправляю 600 рублей ежедневно и кайфую максимально. Короче, когда пробка заканчивается, очень весело становится. Ну, когда заканчивается бензин, не очень весело, да? Да, а потом начинаются ошибки. И тоже как бы тоже. Да? Как тебе пассажиром со мной? Пассажиром с тобой пока не разворачивает, тоже весело. А потом укачивает. Слабенький. У Мишани тут небольшая поломочка произошла, туннель порвался Я в шоке, я больше на нем не поеду, а если бы мне ноги тролло, я катался на нем Кому ноги, чем с сцеплением? Дай хоть сториз с ним Кулаки подкинуть Главное сейчас в бордюр не воткнуться, вот типичные нисановские руки Хабилик так мерзко скрипит Саня снова использует траекторию компакта В общем, на 36-й порвало привод, у Мишани порвало кузов Вот как-то вот так вот это выглядит, да, какая дичь Оторвался кардан, аж вон, Саватский сиденье загнулось Ну, короче, жесть, я от такого еще в живую не видел, слышал Порвало выхлопу Учник что-то загнул, он отпал, фигич Паха вон ездит на пятнахе на белой О, а где бирзовая четырка? Никита уехал на четырке кататься В общем, обстановка по кайфу Больше газа меньше я О, а где бирзовая четырка кататься Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...